Денис, приветствую тебя на очередном совместном разборе техническом и фундаментальном. Соответственно, стараемся найти оптимальные точки входа, определить локальные возможности, которым можно конвертнуть прибыль по депозитам. Друзья, с Денисом стараемся специально для вас. Это наше, безусловно, субъективное мнение. Даем рекомендации и от вас уже зависит, держиваться их или нет. Но наше традиционное напутствие, классическое, всегда контролируйте загрузку депозитов по соблюдению правил риска менеджмента. Если у кого-то с этим пробелы, наверное, лучше освоить какие-то теоретические азы, чтобы понять, что это такое. Ну что, Денис, волатильность на финансовых рынках, ты знаешь, с этой недели, прямо с понедельника довольно неплохая. Все летает в прямом смысле, без исключения. И валютная. Наконец-то. Да, и фондовая секция, и товарное сырье, золото сейчас в моменте смотрю. Вот уже переписываем локальные максимумы выше 1820 долларов за тройскую унцию. Думаю, что если ты не против, предлагаю, например, во время нашего следующего совместного эфира обратить на золото внимание. Я знаю то, что этим активом ты также интересуешься и уверен то, что у тебя будет своя точка зрения. Посмотрим, конечно же, где золото будет следующему эфиру. А сегодня можно остановиться на двух, пожалуй, рекордсменах по волатильности. Это евро и британской валюте. Ну, начнем, давайте, традиционно, с меня. Прямо демонстрация экрана. Так, вроде бы как пошло, да? Да. Так, отлично. Ну что, начнем с европейской валюты. Пару слов скажу, что я очень долгое время верил в рост индекса американской валюты. Ну вот, долгое время у меня держался уровень стоп-оск, как бы на отметке 95.70. Вот, к сожалению, вот буквально стартовали мы эту неделю с того, что индекс продавили до этого, от рубежа до этой отметки. И сейчас приходится признавать тот факт, что, скорее всего, участники рынка настраиваются на то, что индекс может оказаться еще ниже. Если чуть-чуть развить эту тему с позиции фундамента, есть идея о том, что распродажи доллара могут последовать, например, если на этой неделе Конгресс США согласует новые меры экономической поддержки, стимулирующие программы. Не знаю, в какой емкости, какого фонда объемом они могут быть, ну, скорее всего, не меньше одного триллиона долларов. Это вообще расплюнут для экономики США, которая положает заливать такой бешеной ликвидностью финансовые рынки. И трейдеры боятся этого, потому что рост ликвидности денежной массы – это риск для инфляции, риск для последующей девальвации валют. Я такой страх, честно говоря, не разделяю, но все-таки признаю, что если на рынке есть понимание и желание все-таки работать с этими опасениями, ну, тут уже против локомотива как бы не опойдешь. Я вышел из индекса доллара, соответственно, сейчас я не предпринимаю никакую активность по американской валюте, но если связывать динамику индекса доллара с евро-долларом, у них, в принципе, корреляция очень высокая обратно. И в данном случае по европейской валюте, исходя из того, что я локально пока что не верю в укрепление доллара, я рекомендую присмотреться, опять же, к европейской валюте с позиции покупок. Сейчас мы топчемся на локальных максимумах, там 1.1450, но практически 1.1443. Мне кажется, может получиться очень неплохой сделка, если войти в рынок через отложку, например, с уровня 1.14 и диапазона, скажем так лучше, 1.14-1.1420, и поставить на то, что евро улетит уже выше уровня 1.15. При этом, с точки зрения фундаментального фонда, как я уже только что отметил, в пользу того, что главный валютный риск может добраться до новых локальных максимумов, будет выступать ослабление доллара, это первый момент. И второй нюанс связан с тем, что после, по сути, пяти дней на саммите Европейского Союза, который затянулся, согласовали фонд помощи, он, правда, не в тех объемах, которые были необходимы. Напомню, что страны ЕС разделились на два лагеря. Это страны с жесткой бюджетной дисциплиной во главе с Нидерландами и слабые европейские экономики Италия, Испания и Греция. Вот последние настаивали на том, чтобы доп. помощь выделялась в формате грантов, потому что гранты – это безвозмездные и бесплатные кредиты, по сути. То есть деньги на безвозмездные и бесплатные основы. Фонд согласовали на уменьшего объема. Евро долгое время в ожиданиях этого фонда рос. И, в принципе, сейчас, поскольку хоть какой-то компромисс достигнут, я не вижу с позиции фундамента, чтобы евро очень сильно сейчас проливали. Пока что действительно все указывает в пользу того, что главный валютный риск будет расти, тем более что есть еще индикатор рыночных настроений компании. А Маркетс также свидетельствует о том, что сейчас перекосы в пользу покупок. Большинство трейдеров продают, и, разумеется, можно сделать вывод, что рынок пойдет в противоположную сторону. А вот с фунтом немножко другая ситуация. Я понимаю, что фунт – это такой же рисковый инструмент. Если ставить на активный рост европейской валюты, скорее всего, по фунту будет то же самое. Но все-таки по фунту я придерживаюсь другого сценария, потому что прямо сейчас проходят очередные переговоры по Брекзиту. И, зная, как фунт реагирует на новости по Брекзиту, внезапно фунт может оказаться быстро. Перейти из числа активов, активно растущих, в число инструментов аутсайдеров. Поэтому по фунту я бы попробовал использовать уже отложку селстоп с уровня 1.2650. При этом можно будет забросить стоп-лосс на хай 1.2710 и ждать снижения пары ниже отметки 1.25. Какого-то фундамента интересного в плане статистики на этой неделе не будет, но, как я уже отметил, есть риск Брекзита, который может все-таки внести свою лепту в динамику и спровоцировать распродажи. Поэтому два рисковых актива, но два разных прогноза. По евро мы еще стараемся поймать локальные максимумы, по фунту уже ищем точки для продаж. Денис, слово передаю тебе. Хорошо, слово взял и показ рабочего стола сделал. Сейчас мы пройдемся как раз тоже в евро фунт и вкратце еще потом индекс покажу. Дело в том, что по евро у меня немного противоположное мнение, ну, как минимум частично. Дело в том, что по евро я все-таки больше ожидаю на самом деле снижения. Единственное, что я считаю, что в идеале для того, чтобы это снижение смогло состояться, это добой примерно в район 1.15. То есть, собственно, куда ты ждешь продолжения лонгового движения, я туда жду по своему видению как добой целей. И затем уже вот особенно с диапазона 1.15-1.15-1.15-1.15, находится верхняя граница расширенного канала здесь у нас находится. Также стратегическое сопротивление, которое было еще сформировано 9 марта. То есть, тот самый март, когда очень многие погорели на ОПС-ких движениях. Поэтому я считаю, что в идеале будет на самом деле огромное количество желающих здесь продать. Если их очень красиво с рынка вынести и потом после этого сделать кульминацию, и пойти вниз, это вот самая красивая, самая шикарная комбинация вообще, которую только можно расторговать. Поэтому я склоняюсь к варианту, что все-таки шортовая тенденция у нас будет. Но единственное, в идеале через 1.15. То есть, если добьют на 1.15, и плюс еще вижу, что активные заливки происходят тоже с точки зрения опциона, то цель на падение, самая ближайшая, я выставляю в районе 1.13.50. С текущих я ничего не предпринимаю, потому что, в принципе, ничего красивого пока что нет. То есть, пилообразное движение, такая пила-дружба у нас потихоньку вверх-вверх-вверх протаскивает, причем, в принципе, на средних объемах. Вот можно их видеть сейчас на часовом графике более точно. И сейчас вот буквально за 20 минут до нашего с тобой брифинга как раз появился тоже объем, который, в принципе, является частично кульминационным, но опять-таки здесь надо обратить внимание на его размер. То есть, размер абсолютно небольшой. Если сравнить с предыдущими всеми, то по большому счету не так сильно отличается. Это пока что больше на внутреннюю коррекцию похоже. Да, это может перерасти в нечто большее, но для этого нужно четко, нормально сделать перекрытие. Тогда будем уже реагировать с точки зрения продаж. Пока еще рановато. Это первое. И второе, что можно сказать еще по евро, просто достаточно глянуть на мой график, и вы видите, такие вот красным цветом сделаны вот такие заливки. То есть, что это такое? Это непосредственно были рыночные продажи. Да, это частичная фиксация покупок, плюс это набор происходит рыночных продаж. То есть, вот в этой части уже крупняк начал потихоньку разбрасывать свои ордера. То есть, крупные рыночные участники, они не входят сразу всем объемом. Естественно, нет. Потому что, чтобы им что-то продать, нужно, чтобы им кто-то продал. То есть, соответственно, контрагент нужен такой же объем. Вот здесь вот прям кусками красиво разбирают. Вот начиная примерно вот с этой области, я бы сказал, в районе 1.14-1.15 начал крупняк уже продавать. Поэтому вопрос лишь в том, насколько быстро появится реакция. Либо с текущих сделают перекрытие вниз, либо в идеале, что самое красивое будет. Это все-таки добой на 1.15 и потом резко улетают вниз. То есть, это была бы самая крутая комбинация. Касательно фунта, частично с тобой соглашусь. Касательно шортовой тенденции, но единственное у меня шортовая тенденция здесь в качестве коррекции. Дело в том, что с прошлой недели я еще фунта от 1.26 держал продажу. В принципе, неплохо начали идти вниз. Вроде как там прошли почти 90 пунктов. Но потом, в конце концов, все равно протолкнули выше. Это у меня был как запасной вариант. До последнего я не хотел его. Почему? Потому что у меня какой был план. То есть, движение в район 24.50. И отсюда уже покорение новых вершин, уход на новые максимумы. То есть, это у меня был основной вариант, основная тенденция. Но по факту, к сожалению, этот вариант так и не смогли реализовать. То есть, вот эта коррекция, которая была, она, по сути, стала усеченной. То есть, слишком короткой. И таким образом сформировали область покупателей. В эту область покупателей у нас попадает множественное профильное накопление. Плюс Депок сюда же попадает. У нас вот его хорошо видно. Я его даже сейчас специально перенесу. Для него точку отсчета вот с самого низа. Он чуть-чуть сместился, но в целом все равно по общему разбросу видно, что вот этот диапазон достаточно сильной поддержкой является. Если посмотреть на текущую ситуацию именно онлайн, по фунту, мы можем заметить, что опять-таки 20 минут назад у нас появился объем, повышенный объем. Красиво зацепили одну-вторую маржинальную зону. И с большей долей вероятности у нас дадут что? Реакцию вниз. Реакция вниз какая будет? Опять-таки, больше склоненовый вариант, что коррекционная. Поэтому здесь я все-таки больше за коррекцию вниз. Поэтому почему говорю, что частично с тобой согласен. Движение вниз в район 25-20, 25-75. Это тот диапазон, который максимально сильный. Лимит я сюда не ставлю, потому что диапазон широкий, 55 пунктов. И лучше дождаться, то есть сна может и в середину зайти, может там наоборот где-то что-то, недоход и так далее. То есть здесь гадать можно сколько угодно. А смотреть конкретно по паку. То есть зайдет, перехожу на часовой таймс, смотрю, если там дадут красивую кульминацию, грамотную расторговку и реакцию вверх, все супер, тогда буду уже отсюда работать. Поэтому по фунту я больше за такой вариант. И поэтому можно заметить небольшую раскорреляцию. Но опять-таки в Великобритании это уже не Европа. У них своя экономика, свои дела, свои внутренние проблемы. И поэтому в особо корреляции может вообще и не быть между ними. Тем более в среднем, глядя на график, да, общая направленность есть. Но опять-таки общая направленность это благодаря индексу доллара. Чем самим экономикам. Согласен с тобой здесь. Да, потому что в принципе я считаю, это настолько в прошлое ушло смотреть на корреляцию между евро и фунтом. То есть начиная с 2016 года, когда в октябре произошел Brexit, это в принципе уже стало таким перепережитком прошлого. А что касается индекса доллара, наконец-то по нему добили вниз. То есть помнишь, как раз на прошлом, на позапрошлом брифинге и еще месяц назад я постоянно говорю о том, что здесь было две цели. То есть первую цель в районе 96-30 достигли еще 9 июля, точнее даже 8 июля здесь все сделали. И потом оставалась вторая для достижения. И в идеале это еще и ложный пробой ее сделать. Это просто была бы идеальная комбинация. По факту вчера, да и сегодня продолжили, то есть эту же комбинацию сделали. Поэтому в принципе, если глянуть более обширно, обширно, более масштабно на весь этот график, то цена подошла в область достаточно сильной поддержки. В идеале, конечно, ее нужно погрызть, чтобы как можно больше трейдеров, инвесторов поверило в то, что дни баксов сочтены, опять начали его хоронить там и так далее. Именно в этот момент у нас как раз начнется самая красивая точка входа на разворот. Тем более на данный момент у нас вот для себя выделил. Здесь, к сожалению, очень тяжело выделить точную зону, потому что очень все размазано. То есть много внутренних уравней, много вот таких вот размазанных движений. Поэтому я просто взял более стратегическим и соорудил небольшую зонку. В общем, ориентируя меня в район 96-35. То есть я считаю, что именно сюда будет по баксу сделана коррекция. Следовательно, остальные валюты... Евро в коррекцию, тот же самый... Денис, к сожалению, что-то лагать начал. Качество соединения, видимо, не очень. Картинка зависла. А, ну, я говорю, у меня вот... Когда пока еще есть у тебя там запал соединение, давай тогда закругляться, чтобы совсем не отрубились. Спасибо тебе за свою точку зрения. Соответственно, следим за... Ну, в общем, главная идея... Сказал о том, что ложный пробой здесь сделали. И приблизительно вот такой сценарий. Вот. У меня все. Понял, Денис. Ну что тогда, до следующего эфира. Смотрим за рынками. Тебе удачной торговлей. И всем вам, друзья, тем, кто следит за нашими рекомендациями также. Всем пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok